Продолжение, исследование и всегда интересное. Вы смотрите канал, который обращает сознание и обращает интеллект. Дискавери Сивилизация. Продолжение следует... Оружие-ведение. В настоящее время летательные аппараты вертикального взлета господствуют в небе, поражая наземного противника страхом и огнем. Американский Сибий-22 «Оспрей» сочетает в себе технологии неподвижного крыла и несущего винта. Его подвижные винты дают ему возможность вертикального взлета, как и вертолета, вместе со скоростью и дальностью полета самолета. Он способен перейти от режима вертикального взлета к полету по прямой всего за 90 секунд, лететь со скоростью около 400 км в час, перевозить до 24 солдат и пролетать без дозаправки более 1600 км. Сибий-22 «Оспрей» предназначен для заброски и эвакуации групп спецназа на дальние расстояния и перевозки морской пехоты по всему миру. Наша программа изучит фамильное дерево этой уникальной породы летательных аппаратов, чтобы выяснить, каким образом автожиры, транспортные боевые вертолеты, а также самолет вертикального взлета развелись в новые поколения летательных аппаратов вертикального взлета типа необычного Сибий-22. Задолго до полета первого самолета в 1903 году люди мечтали о машинах, способных взлетать и садиться вертикально. А после 1903 года самолетам с неподвижным крылом требовались большие аэродромы, чтобы взлететь и приземлиться. Во время войны эти аэродромы были особенно уязвимы для налетов противника. Одной из постоянных сложностей с использованием авиации в тактических целях была необходимость иметь взлетные полосы и аэродромы, которые представляли собой огромные уязвимые площадки, от которых надо было избавиться. Возможность вертикального взлета должна была устранить необходимость иметь уязвимые взлетные полосы, но создать такую машину оказалось сложно. Каким образом поднять воздух к груду неподвижного металла без разбега и без прямой тяги, приводящей в движение самолеты? Ответ – с помощью несущего винта. Еще за 400 лет до нашей эры китайцы понимали основные принципы полета с несущим винтом. Китайская игрушка, состоящая из палочки с перьями на конце, быстро раскручивалась в ладонях, чтобы появилась подъемная сила, а затем ее отпускали в полет. К началу 20 века перья ушли в прошлое и появились лопасти. Изобретатели начали применять принцип несущего винта к машинам из дерева, металла и полотна. В 1907 году один французский изобретатель наконец нашел способ взлетать вертикально. Первым человеком, поднявшим воздух то, что мы называем вертолетом, был французский производитель велосипедов Поль Корню. Он разработал взлетающий вертикальный вертолет с двумя винтами и с 45-сильным двигателем и считается первым человеком, полетевшим на вертолете. Корню провел в воздухе всего 20 секунд, но этого хватило, чтобы доказать возможность вертикального взлета. Следующим шагом должен был стать способ стабилизации летательного аппарата в полете. Первые аппараты имели тенденцию к опрокидыванию, как только начинали движение. С началом движения с лопасти, которая двигалась вперед в воздух, сходил гораздо быстрее, чем с лопасти, которая двигалась назад. В результате, лопасть, которая двигалась вперед, создавала гораздо большую подъемную силу, чем та, что двигалась назад. Это означало, что весь винт кренится влево по мере продвижения вперед. В 20-е годы эту проблему решил испанец Дон Хуан де ла Сьерва. В предыдущих экспериментах лопасти жестко крепились к вращающейся оси. Но Сьерва выровнял подъемную силу, присоединив лопасти к оси на шарнирах. Он выяснил, что если позволить лопасти, которая двигалась вперед, повернуться вверх, а лопасти, которая двигалась назад вниз, удастся выровнять подъемную силу на лопастях с обеих сторон, чтобы летательный аппарат мог относительно ровно лететь вперед. Сьерва сумел добиться стабильного горизонтального полета за счет крепления лопасти на шарнирах. Однако его аппарат, названный «автожиром», не справился с вертикальным полетом. Единственная фундаментальная проблема, с которой они все время сталкивались, состояла в том, что они не могли зависать. «Автожир Сьерва» в принципе представлял собой обычный аэроплан, без крыльев, замененных лопастями. Когда пропеллер двигал аппарат вперед, встречный поток вращал винт, создавая подъемную силу. Поскольку несущий винт не имел независимого привода, машина не могла зависать, а это означало, что она не способна приземляться вертикально. Но новая система крепления лопастей на шарнирах на шаг приблизила технологию несущего винта к современному вертолету. В 20-е и 30-е годы ряд изобретателей из разных стран мира одну за другой решали оставшиеся аэродинамические проблемы. Американец Артур Янг увеличил устойчивость и снизил вибрацию, поместив над винтами стабилизирующую рейку. Аргентинец Рауль Патерас де Пескара улучшил управляемость вертолета за счет изменения шага лопасти винта. Но оставалась еще одна фундаментальная проблема — вращающий момент, из-за которого аппараты вертикального взлета выходили из-под контроля. Если присоединить двигатель к оси, чтобы что-то привести в движение, возникает вращающий момент. Если вы закручиваете винт в одном направлении, фюзеляж в результате будет крутиться в другую сторону. Как же сделать так, чтобы вращался винт, а не сам аппарат? Проблему вращающегося момента пытались решить не раз, используя два или более винтов, вращающихся в противоположных направлениях. Но результаты были громоздкими и непрактичными. Затем, в 30-е годы, Игорь Сикорский, русский, который эмигрировал в Америку, решил эту проблему, добавив в конструкцию вертолета небольшой хвостовой винт. Игорь Сикорский был одним из первопроходцев полетов с несущим винтом. И его концепция включала один несущий винт и один хвостовой винт, компенсировавший вращающий момент. Хвостовой винт уравновешивал вращающую силу несущего винта и предотвращал бесконтрольное вращение фюзеляжа. Сикорский и другие первопроходцы устранили основные аэродинамические препятствия, мешавшие пилоту управлять вертолетом при вертикальном взлете, полете и посадке. У вертолета три основных органа управления. Ручка управления циклическим шагом, которую держат правой рукой. С ее помощью можно заставить вертолет двигаться вперед, назад, влево или вправо. Левая ручка — шаг-газ, которую двигают левой рукой вверх или вниз, что заставляет вертолет подниматься или опускаться. А каждый раз, когда вы двигаете ручкой, вам надо нажимать на педали, чтобы компенсировать вращающий момент. Летательный аппарат вертикального взлета и посадки прошли путь от забавы до работающей машины. Но чтобы стать устрашающим хищником, каким мы знаем вертолет сегодня, ему надо было нарастить мускулы. Первые вертолеты были просто стрекозами и не обладали характеристиками, которые считались важными для военно-воздушных сил. Оружиеведение. Конец первой части. Современные летательные аппараты вертикального взлета оказывают неоценимую поддержку наземным войскам. Они перевозят солдат, припасы в горячих точках по всему миру и при этом могут нести внушительный арсенал оружия. Но первое поколение аппаратов вертикального взлета было непрактичным и неэффективным. Мы можем отправить человека на Луну, но не можем заставить подняться в небо летательный аппарат с неподвижным крылом без больших затрат топлива и усилий. К 1940 году уже несколько аппаратов были способны совершать вертикальный взлет. Но на большинство армий это не производило впечатления. Этим машинам не видели применения. Вертолет становится военной машиной, когда военная авиация состояла из больших, громоздких, бронированных, вооруженных до зубов машин. А первые вертолеты были просто стрекозами и не обладали характеристиками, которые считались важными для военно-воздушных сил. Для придания вертолетам большей подъемной силы требовалась большая мощность, чтобы они могли перевозить людей, оружие и машины. Во время Второй мировой войны Германия смогла создать достаточно мощный вертолет Фокки Ахгелес ФА-223. Его тысячесильный поршевой двигатель приводил в движение систему из двух несущих винтов, развивавших невероятную подъемную силу и при скорости 175 км в час и потолке 7 тысяч метров его уже нельзя было назвать стрекозой. Скорее, драконом. К началу Второй мировой войны Германия добилась больших успехов в разработке винтокрылых машин. ФА-223 разрабатывался как транспортный вертолет, способный перевозить тяжелые грузы, и во время испытательных полетов он перевозил в горах тяжелую артиллерию альпийского полка. Несмотря на впечатляющие характеристики ФА-223, было построено всего несколько десятков машин. Вертолеты по-прежнему оставались диковинкой, но несмотря на это ФА-223 впервые показал миру истинный потенциал вертолета. Через 10 лет стали появляться вертолеты нового поколения – более легкие, быстрые и маневренные. 1950 год. Корея. Впервые в истории американская армия широко применила вертолеты в боевых условиях. Бэйл Эдж-13 Сиу представлял собой легкую машину, приводимую в движение двигателем мощностью 157 лошадиных сил. Его маневренность и надежность позволяли использовать его для поддержки войск в условиях бездорожья и гонной местности. Этот вертолет оказался очень эффективным в качестве эвакуационной машины. Впервые появилась возможность доставить раненого солдата в полевой госпиталь в считанные минуты, и это спасло множество жизней. Двигатель Сиу обладал достаточной мощью, чтобы перенести двух солдат на носилках, подвешенных к фюзеляжу. В ходе войны в мобильные госпитали было эвакуировано 23 тысячи солдат. 80% из них были перевезены вертолетами Сиу. Но недостаток мощности двигателя по-прежнему ограничивал большой потенциал вертолетов. H-13 целым имел ограничения в отношении веса и дальности перевозки. Поэтому он не мог перевозить большой груз, максимум второй пилот и двое носилок на уровне моря. И чем выше поднималась эта машина, тем меньше становилась полезная нагрузка, которую он мог нести. Поршневой двигатель Сиу в прямом смысле тянул его вниз и не позволял добиться большего. Здесь у нас типичный поршневой радиальный двигатель, который использовался на первых вертолетах. Он очень тяжелый и не развивал больше 700 лошадиных сил. А проблема вертолета состоит в том, что вам надо поднять и переносить любой груз, но вес двигателя при этом был очень существенным фактором. Десятилетия спустя появилась необходимая мощность. Поршневой двигатель был заменен более легким, более мощным турбовинтовым, способным развивать до полутора тысяч лошадиных сил. Достоинство турбовинтового двигателя в том, что внешне это обычный реактивный двигатель, который засасывает воздух, сжимает его, насыщает горючим, но не выпускает его сзади, как реактивный двигатель. А вращает турбины, которые в свою очередь соединены с валом. И это очень простой и эффективный способ обеспечить вертолет большей мощностью. Турбовинтовой двигатель позволил создать новое поколение вертолетов, типа американского Хьюи UH-1. Хьюи не был ограничен перевозкой пары раненых солдат на внешней подвеске. Он имел большой грузовой отсек, в который помещались 14 солдат или почти 1400 килограммов груза. На внешней подвеске он мог перевозить гаубицы, джипы, даже поврежденные вертолеты. Сегодня турбовинтовой двигатель по-прежнему обеспечивает вертолет огромной мощностью. Как и Хьюи, Black Hawk оказывает непосредственную поддержку в качестве эвакуационного и транспортного вертолета, но при наличии двух двигателей по 1500 лошадиных сил он представляет собой серьезную силу. Это внутренний вид салона, в котором можно перевозить солдаты грузы. В этом варианте здесь 11 сидений, но мы можем их убрать легким движением руки. И тогда у нас хватит места на 20 или на 22 солдата, если того требует обстановка. Можно убрать все сидения или прикрепить все к потолку. Кроме того, у нас здесь есть одно устройство, крюк для груза. Если я нажму этот переключатель, крюк опустится вниз. Это дает возможность перевозить грузы на внешней подвеске. Мы можем переносить до 4 тонн, а 4 тонны немного больше, чем стандартный Хамви или большой грузовик. И мы можем все это перевозить благодаря мощности Блэк Хока. Мощность преобразила вертолет. Си-Эйдж-45 Чинук имел два двигателя по 5000 лошадиных сил и мог перевозить 13 тонн или 55 солдат. Мощность дала вертолету впечатляющую скорость. Уэст-Лэнта Линкс рассекал воздух со скоростью 400 км в час. Более того, мощность дала вертолету возможность нести оружие. Аппараты вертикального взлета 21 века способны наносить удары с хирургической точностью. Вооруженные пушками и ракетами, они представляют собой на современном поле боя несравненную мобильную огневую мощь. У нас есть возможность держаться на удалении, где нас даже не слышно. Мы выявляем цели, получаем подтверждение и начинаем наносить удары по противнику, который не видит и не слышит наши вертолеты, не вступает в соприкосновение с нашими войсками. Противник знает лишь то, что на его позиции обрушиваются удары высокоточного оружия. Но полвека тому назад, во время Корейской войны, вертолеты даже не имели вооружения. Такие машины, как H-13 Siu, вступали в бой, имея лишь лопасти, полозья и больше почти ничего. Есть куча историй про тех, кто бросал с вертолета гранат или применял свое стрелковое оружие, чтобы поразить наземные цели. И все это было частью эволюции, в результате которой вертолет получил вооружение. Эта эволюция натолкнулась на два основных препятствия. Первое — какой должна быть конструкция боевого вертолета? Ответ пришел с появлением турбовинтового двигателя. Дополнительная подъемная сила позволяла вертолетам типа Хьюи не только поднимать дополнительный груз и перевозить больше солдат и оружия, она позволяла им нести оружие. Системы оружия начали приспосабливать к транспортным вертолетам типа Хьюи, представляющего собой очень хорошую платформу для размещения оружия. Основной вопрос состоял в том, каким образом можно применять вертолет в бою. Ответ на этот вопрос дал известный независимым взглядом американский генерал Джеймс Гейвин по прозвищу Джимпопрыгунчик. Гейвин был провидцем. Он считал, что будущее боевых действий зависит от быстрого развертывания и быстрой эвакуации. В 1954-м в брошюре «Кавалерия» и «Я не имею в виду лошадей» он призывал к использованию вертолетов для непосредственной поддержки пехоты. Девять лет спустя Америка отправила 15 Хьюи во Вьетнам. Это были первые вертолеты огневой поддержки, вооруженные 30-мм пушками. Вскоре это оружие заменили пушками калибра 60 мм. Эти вертолеты огневой поддержки имели неоценимое значение для пехоты. Они расчищали путь и обеспечивали поддержку с воздуха. У нас был лоток на 600 выстрелов, установленный на пулемете, а еще один в запасе. Всего у нас было около 2400 патронов для М-60. Вертолеты имели штатное вооружение и были очень опасны. Когда начинается боестолкновение и задействованы все средства подавления, то есть стреляют 20 М-60, и ты слышишь, что 10 М-60 стреляют в твою сторону, твое инстинктивное желание зарыться поглубже, не высовываться и не стрелять в эти машины. В отличие от самолетов, Хьюи могли подобраться ближе к противнику и не делать несколько заходов на цель, а зависать при стрельбе. Установка авиационных пушек подняла огневую мощь вертолетов на новый уровень. Разработанный на основе образцов, изобретенных Ричардом Гатлингом в 60-е годы 19 века, эти пушки осыпали противника градом снарядов с небес. Это очень простая концепция. Если вы хотите добиться большого темпа стрельбы с обычным оружием, у вас просто расплавится ствол. Но при наличии нескольких стволов можно добиться гораздо большего темпа стрельбы. Звук многоствольной установки не был похож на звук обычного пулемета. Ее звук напоминал рев Годзилл из дешевого фильма. Этот ревущий звук был незабываем, и противник знал, что это такое. Это напоминало шланг, льющий воду на землю. Только вместо воды он обрушивал на противника ливень из пуль. Когда вертолет до предела вооружили пушками и пулеметами, оставалось перейти к ракетам. Здесь у нас с каждой стороны пусковая установка на семь ракет. Авиационная ракета со складывающимся оперением оказалась довольно эффективной системой, разработанной еще чуть ли не во время Второй мировой войны. И с тех пор она значительно усовершенствовалась. Но этот внушительный арсенал, установленный на воздушной платформе, имел свои недостатки. Оружие наводилось по курсу в направлении полозьев и носа, что заставляло вертолет равняться с целью, а это часто означало попасть под огонь противника. Надо залететь к дьяволу в пасть. Это одна из характеристик того, что ты должен сделать в качестве пилота боевого вертолета во время выполнения задания. Ты поливаешь противника огнем с малой высоты на малой скорости. При этом возникла другая проблема. Вес установленного на борту оружия делал машину менее маневренной. Проблема с Хьюи состояла в том, что при его размерах и весе вместе с боеприпасами и другим дополнительным грузом на борту снижались возможности машины. И она гораздо хуже реагировала на управление. Некоторые американские военные конструкторы решили, что ответом может стать еще большая мощность двигателей. В результате появился проект летающего крейсера. Американские военные взяли свой самый большой транспортный вертолет двухвинтовой Си-Эйч-47 Чинук и вооружили его до зубов. У нас было два М-60, два гранатомета М-79, 55-й калибр, 220 миллиметров, 38 ракет или авиационная пушка вместо ракет. Переделанные Чинуки представляли собой летающий арсенал и имели возможность вести огонь во всех направлениях. Один Чинук мог одним залпом уничтожить сотни солдат противника. Но был один недостаток. При таких размерах Чинук был легкой мишенью. А с учетом того, что их стоимость составляла 4 миллиона, их вскоре прекратили применять. Машина получила кличку «Легкие деньги» за то, что ее подбили один раз, но ее смогли вытащить и вернуть. Залатали и снова бросили в бой. Потом ее снова подбили, и она вернулась на базу, похожая на швейцарский сыр. После попыток приспособить существующие машины, американские военные решили, что пора разрабатывать специальный ударный вертолет, который не будет вывозить раненых и не сможет перевозить солдат или грузы. Зато это будет быстрая, маневренная и грозная машина, хладнокровная убийца — Кобра. Для Кобры использовали двигатель и трансмиссию Хьюи, но громоздкий фюзеляж заменили на узкопрофильный, а летчики в нем сидели один за другим. Вертолет был задуман для выполнения единственной задачи, а именно обрушивать сталь на противника. И он это делал очень успешно. Машина была узкой всего около метра в самой широкой части фюзеляжа, и это давало хорошую защиту, потому что с большого расстояния вертолет был вообще не виден. Это был отличный вертолет для пикирования на противника с большой высоты. Он был очень маневренный и мог быстро снова зайти на цель для повторного удара. Он имел очень хорошую нагрузку и очень хороший набор оружия. На борту имелись гранатометы, пулеметы и ракеты, поэтому я считаю, это был принципиальный шаг в развитии боевого вертолета. Вертолет АХ-1 Кобра был создан для разрушения. Без громоздкого грузового отсека он был поджаром, узким и мог пикировать со скоростью и точностью пули. Противник боялся этой машины и заслышав приближение кобры, а кобра по звуку отличалась от Хьюи, они разбегались по укрытиям, расползались по своим окопам и пещерам, потому что деревья для кобры не были помехой. Кобра был грозным оружием, но противник ответные удары. Стало опасно подходить слишком близко к цели. С развитием военных технологий на поле боя стали появляться портативные зенитные установки, стрелявшие ракетами с теплонаведением. Это заставило нас менять тактику. Уже нельзя было пикировать с высоты, и теперь надо было использовать для укрытия растительности складки местности и вертикально взлетать оттуда для нанесения удара с максимального расстояния. Военным инженерам предстояло найти способ снизить видимость вертолета со стороны противника, не снижая при этом его боевых возможностей. Оружие и ведение. Конец второй части. С появлением специальных ударных вертолетов, таких как американская Кобра, летательные аппараты вертикального взлета стали полноценными боевыми машинами. Но противник тоже не стоял на месте, и когда на поле боя стали появляться ракеты с теплонаведением, зависший вертолет становился очень легкой мишенью. Задача любого ударного вертолета — вести огонь с дистанции, с которой противник не может его достать. Если он может стрелять с двух километров, а вертолет с четырех, тогда вертолет всегда будет побеждать. В 70-е годы многие вертолеты были вооружены ракетной системой ТОУ, разработанной компанией Хьюис Эркрафт, производителем Хьюи и Кобры. Ракеты ТОУ наводились по проводам. Самый значительный недостаток — наличие проволоки, которая тянется за ракетой, поэтому при пуске надо было оставаться на месте, держа цель в перекрестии прицела и не упуская ее из виду. С учетом максимальной дальности полета ТОУ это время составляло до 20 секунд. И этого вполне хватало для средств ПВО, для зенитной артиллерии, чтобы засечь вертолет и открыть огонь. Так что с этой точки зрения положение было невыгодное. Через 15 лет эту проблему решили. на смену Кобре пришел «Апач», вооруженный принципиально новыми ракетами «Хеллфайр». «Апач» может зависать, прицеливаться и наносить удар с расстояния до 8 километров. Мы получили ракеты «Хеллфайр», в основном предназначенные для борьбы с танками. Они могут уничтожать бронированные цели как с малых, так и с дальних дистанций. Мы можем нести две основные ракетные системы. Первая система заменила провода ракет «Тоу» лазером, который с абсолютной точностью наводил ракеты на цель. Тебе надо лишь навести ракету на цель, что занимает примерно 10 секунд. Поэтому время нахождения на открытом месте сокращается. Ты можешь произвести пуск, снова спрятаться за деревьями, совершить маневр, если необходимо, а потом снова подняться и довести ракету до цели. Самой новой системой «Хеллфайр» пилоту даже необязательно видеть противника, чтобы его уничтожить. Другая система — это ракетная система наведения по радару. У нас здесь установлена радарная система управления огнем. Я могу использовать свой радар или получать целеуказания с другой машины. Как только я подтверждаю цель, я могу пускать радарную ракету, и она сама будет наводиться с помощью встроенного радара от пуска до удара по цели. За последние сто лет аппараты вертикального взлета, которым не требуется аэродром, прошли путь от диковинной машины до смертоносного оружия. Но их уникальная конструкция и способы применения оставляют их весьма уязвимыми. Аппараты с фиксированным крылом летят быстро и на большой высоте. Вертолеты летят низко и медленно, и поэтому получают много ударов. В конце 20 века конструкторы старались улучшить параметры защиты вертолета. Живучесть вышла на первое место. Помню, как во время первого боевого задания мне надо было добраться до обстреливаемой посадной площадки, и у меня так и стоит перед глазами эта панорама, как с двух сторон самолеты пускают ракеты, кружатся боевые вертолеты, стреляют из пулеметов, пускают ракеты, и помню, у меня мелькнула мысль, что сколько я буду добираться до этой посадочной площадки, столько и проживу. На первых этапах вертикального полета летчик прежде всего боялся не противника, он боялся самого вертолета. Пилоты изо всех сил старались не потерять контроль над вращающимися над головой лопастями. Первые полеты на машинах с несущим винтом были очень опасными. Летчик сидел практически под большой мясорубкой, а системы винтов были весьма ненадежны, то есть во время экспериментов с несущим винтом приходилось буквально болтаться между небом и землей. 50 лет спустя конструкция вертолета претерпела значительные улучшения, но живучесть по-прежнему оставалась проблемой. Во время Корейской войны пилоты американских сил полагались на привезные ремни, шлемы и большое везение. Гораздо больше думали об использовании вертолетов в бою, чем о том, как сделать машину менее уязвимой для огня с земли и более живучей при аварийной посадке. Поэтому быть пилотом H-13 в Корее рядом с линией фронта означало подвергаться огромной опасности. Из-за большой остекленной кабины Сиу получил прозвище «Аквариум». Такая конструкция давала пилоту отличный обзор, но совершенно не защищала от огня противника. В Корее H-13 Сиу перевез тысячи раненых солдат в полевые госпитали, но летчики платили высокую цену за свою храбрость. 15 лет спустя во Вьетнаме были внесены некоторые усовершенствования. На Хьюи уязвимые места, включая кабину, были усилены листами брони. Иногда они помогали. Я видел один санитарный вертолет, рядом с ним разорвалась смина, и в нем были сотни дырок. Он напоминал швейцарский сыр, но летчики сумели на нем улететь. Но улучшения защиты для пилотов не распространялись на пассажиров, сидевших сзади. У командиров были нагрудные пластины или разделочные доски, как их еще называли. Это была броня, способная остановить пулю, а члены экипажа еще и сидели на них, чтобы защитить нижнюю часть. Обычно мы снимали спинку и сидели на ней. Под сидением нет ничего, кроме тонкого металла, поэтому, подложив пластину снизу, ты чувствовал себя более защищенным, чем если бы она оставалась на спине. Бывало так, что в ребят попадали пули и снизу, и в нагрудник, и от удара их буквально подбрасывало к потолку, но они отделывались лишь ушибами ягодиц, но зато продолжали жить и сражаться. А это главное. Во Вьетнаме был потерян 2591 Хьюи, а вместе с ними погибли 4906 летчиков и членов экипажей. Проблема состояла в том, что они постоянно находились под плотным огнем. День за днем Хьюи забрасывали солдат в опасные районы и вывозили их оттуда, и они не могли увернуться от каждой пули. Американский боевой вертолет Кобра не подвергался опасности такого же уровня. Ему не надо было приземляться в зоне боевых действий, а его узкий фюзеляж делал его небольшой мишенью, но и у него было уязвимое место. Переднее сидение на Кобре было одним из самых опасных мест, потому что оно не имело амортизации, в результате чего я получил травму позвоночника. Еще там был телескопический прицел, выходивший в кабину, и в случае аварийной посадки запросто можно было разбить о него голову или лицо. Кроме того, лопасть, согнувшись, вполне могла пробить стекло кабины и задеть пилота. Не все американские вертолеты были также уязвимы, а H-6 Каюс был крепкой машиной. Он поступил на вооружение в 1968 году, получив прозвище «Летающее яйцо» и использовался для наблюдения, координации войск, целеуказания и разведки. Подобно боксеру-легковесу, он был достаточно быстрым и вертким, чтобы уходить от опасности. Четырехлопастный винт создавал меньше шума, что делало вертолет более скрытным. И несмотря на внешнюю хрупкость, «Летающее яйцо» редко разбивалось. Да, его называли «Летающим яйцом», и можно отчетливо увидеть его сходство с яйцом. Яйцо вообще-то считается хрупким, но в случае аварии шасси отделялись, винт отделялся, хвост отделялся, а фюзеляж с экипажем продолжал катиться до остановки. На месте катастрофы появлялись люди, думая о самом худшем, а тут открывалась дверь, и оттуда появлялся живой и здоровый экипаж. Во Вьетнаме этим людям повезло. Они остались в живых, хотя их вертолеты разбились. Каждый потерянный вертолет обходился американской казне в полмиллиона долларов. Цена жизни в сочетании со стоимостью сбитого вертолета убедила американских военных в том, что для следующего поколения вертолетов основной характеристикой должна быть живучесть. В 1979 году эти взгляды воплотились в новом американском вертолете. Это был UH-60 Black Hawk. Black Hawk, пришедший на замену транспортному Хьюи, UH-1 стал новым словом в ударопрочности при аварии. Одна из сильных сторон Black Hawk и одна из черт, повышающих его живучесть, это способность спасать пассажиров и пилотов при аварии. Если вы посмотрите сюда, это у нас распорка шасси, а здесь у нас еще две распорки, верхняя и нижняя, и все эти стойки при ударе могут выдержать нагрузку до 11 с четвертьюже, то есть это падение со скоростью примерно 800 метров в минуту или около 15 метров в секунду. В то же время при аварийной посадке сидение складывается таким образом, что позвоночник не повреждается. Здесь есть открытое место и сюда, в нищие машины, уходит распорка сидения, компенсируя перегрузку. Так что это более безопасно. Другим серьезным новшеством Black Hawk стала броневая защита или дублирование всех важнейших агрегатов. Другим важным достоинством Black Hawk является конструкция его топливных баков. С точки зрения, как мы говорим, удара прочности. Представьте, что бак начинается отсюда и проходит здесь на метр с лишним. Он сделан из композитных материалов, поэтому если в него попадает пуля, отверстие закроется, словно сгустком крови. Я очень в этом уверен, потому что знаю не понаслышке. У меня было несколько заданий, в меня попадали. Некоторые системы вышли из строя, но я смог безопасно долететь до базы. Black Hawk установил новый уровень безопасности вертолетов. И когда в небо поднялся американский удар на вертолет Apache, он пошел уже по проторенной дороге. Он может выдержать попадание пули снарядов калибра 12,7-23 мм. У нас были такие случаи в Афганистане, когда у Apache пробило редуктор, и он продолжал лететь без капли масла. У Apache два двигателя, но он может лететь и на одном, и двигатели разделены таким образом, что если в один попали, шансы на то, что второй тоже будет поврежден очень низкий. У него две раздельные гидравлические системы, он может работать по отдельности с каждой гидравлической системой. У него раздельное управление, поэтому даже если он получит повреждение, он сможет безопасно добраться до базы. Все основные системы Apache продублированы. Даже у командира и второго пилота совершенно раздельное управление. Если одна система получит повреждение, вторая будет продолжать работать. Но вертолет ничего не стоит без экипажа, поэтому летчики тоже защищены. Они заключены в оболочку из прочной брони, способной отражать удары под любым углом. Я сижу на бронированном сидении, вдоль этого борта идут бронированные панели. И когда мы садимся, мы можем немного улучшить броневую защиту, слегка сдвинув вот это. Пилот получает немного больше защиты, а сзади от меня пуленепробиваемые стекла, способные выдержать попадание снаряда калибра 23 миллиметра, то есть и сзади пилоту обеспечена защита. По мере усиления вертолетов улучшалось и оружие, предназначенное для борьбы с ними. Для противодействия противнику на военных вертолетах предусмотрены контрмеры. У Блэк Хока есть некоторые конструктивные особенности, способные ликвидировать или хотя бы значительно снизить нашу видимость в инфракрасном диапазоне. Ведь ракеты с головками инфракрасного наведения ориентируются на это излучение и находят цель по нему. Поэтому одна из уникальных особенностей специальная краска. Она не отражает лучи, поэтому инфракрасное излучение от нее почти не исходит. Стекла не имеют плоских поверхностей, они закруглены, поэтому солнечные лучи от них не отражаются. Кроме того, есть дополнительные оборудования, например, тепловые ловушки, источники помех, которые тоже снижают нашу видимость. Сто лет неустанных трудов инноваторства превратили вертолет в надежный, универсальный и смертоносный летательный аппарат. Но самым большим его достоинством остается способность взлетать и приземляться повсюду в любое время без взлетной полосы. Вертолеты — непревзойденные мастера вертикального взлета. Но у них есть и ограничения. Во-первых, они не могут летать так же быстро, как самолеты. Нельзя заставить вертолет летать со скоростью истребителя, поскольку сам принцип несущего винта делает это совершенно невозможным. Скорость полета вертолета определяется скоростью вращения винта. При достижении определенной скорости воздух, проходящий по поверхности лопастей, будет двигаться с той же скоростью, что идущая назад лопасть. И это означает, что данная лопасть уже не создает подъемную силу и работает в холостую. Мировой рекорд скорости для вертолетов установлен в 1986 году британским вертолетом «Уэстленд Линкс» более 400 км в час. Из-за технических ограничений винтокрылых машин этот рекорд вряд ли будет побит. Второй недостаток вертолетов — их неспособность летать выше определенного уровня. На больших высотах разряженный воздух снижает мощность двигателя и подъемную силу несущего винта. 5,5 тысяч метров — максимальная высота, на которой может зависать вертолет. Винт вертолета как штопор, как винт у корабля. И если нет воздуха, в который этот штопор мог бы вкручиваться, то вертолет даже не оторвать от земли. Ничего не получится. Третье ограничение вертолета — дальность полета. Самолеты способны преодолевать тысячи километров. Вертолеты с ними сравниться не могут. При обычной компоновке у нас есть внутренние баки, на которых мы можем пролететь 250-260 морских миль. Еще можно установить внешние баки. Один примерно на 2000 литров, второй примерно на 1000. И тогда дальность увеличится до 1100 морских миль. Но проблема в том, что увеличится лобовое сопротивление, что приведет к ухудшению характеристик. Высота, скорость, дальность. Современные самолеты превосходят вертолеты по всем этим трем категориям. Но есть еще одна вещь, которую могут делать вертолеты. А самолеты на это не способны. Они могут взлетать без взлетной полосы. Аэродромы очень трудно защищать, и они связывают самолет определенными предсказуемыми схемами действий. Насколько было бы лучше, если бы можно было избавиться от аэродромов и взлетать и садиться где угодно, сохраняя при этом всю огневую мощь. Но если бы можно было разработать летательный аппарат, способный достигать такой же высоты, скорости и дальности, как любой самолет, но при этом взлетающий вертикально. Никаких аэродромов, никаких ограничений, никаких правил. Харри разлетает в небо и обеспечивает ближнюю огневую поддержку наземным войскам. Оружиеведение. Конец третьей части. К 50-м годам 20-го века в ВВС многих стран мира увидели возможности вертолетов. Оперативность применения без аэродромов давала вертолетам большое стратегическое преимущество. Надо помнить, что на 50-е и 60-е годы приходился самый разгар Холодной войны, и все думали о быстром развертывании истребителей-перехватчиков. В первой половине 20-го века имевшиеся поршневые двигатели не обладали достаточной мощностью, чтобы поднять летательный аппарат вертикально в воздух. Затем произошел прорыв. В 1943 году Фрэнк Уиттлу испытал новый реактивный двигатель на экспериментальном самолете «Метеор». В конце 40-х, начале 50-х эра реактивной авиации только начиналась. Вместе с ней появились и новые возможности для аппаратов вертикального взлета. В 1953-м британские военные начали экспериментировать с реактивными двигателями для вертикального взлета. В результате появилась необычная летающая кровать. Эта кровать представляла собой платформу с двигателем и пилотом. В целом, она имела достаточную подъемную силу, чтобы взлететь в воздух и подтвердить идею о том, что если кирпич снабдить достаточной тягой, он тоже взлетит. Машина использовала реактивную струю для создания подъемной силы, а сопла по бокам позволяли управлять аппаратом, который поднимается на 2,5 метра над землей и мог висеть в воздухе до 8,5 минут. Затем начались работы по созданию боеспособного истребителя вертикального взлета. Во время первых серьезных экспериментов инженеры устанавливали самолеты на хвост, обращаясь с ними скорее как с ракетами. Пилот, конечно, смотрел вверх, не имея представления, где земля или что происходит у него за спиной. Так что взлет — это одно, а вот посадка уже совсем другое. Основной проблемой конструкторов было управление. Каким образом из вертикального взлета перейти в горизонтальный полет, а затем снова в вертикальный режим для посадки. Но уроки, полученные в ходе работы с летающей кроватью, были усвоены. Используя реактивную струю для создания подъемной силы, сэр Сидней Кам, конструктор Харри Кейна, разработал первый в мире истребитель вертикального взлета Харриер. Если нужно совершить вертикальный взлет, ты тянешь рычаг управления соплом в кабине на себя. При этом сопла направляются вниз. И если дать газ, отсюда пойдет реактивная струя и оторвет машину от земли. А когда ты поднялся и хочешь придать машине ускорение, медленно толкаешь ручку от себя и поворачиваешь сопло вот так и ускоряешь самолет, пока он не разовьет нормальную скорость. конструкция Сэра Сидней получила название Харриер Джамп Джет. На земле ему не требовалась взлетная полоса. На море была снижена угроза со стороны авианосцев. Оставался один вопрос. Как поведет себя эта машина в бою? В 80-е годы Харриер показал себя на Фолклендах, где защищал британский флот во время боевых действий за возвращение островов, занятых аргентинцами. В первой войне в заливе Харриеры морской пехоты США стали самыми передовыми ударными истребителями. Во время наземной операции они совершали вылеты каждые 23 минуты. Самолеты вертикального взлета, не нуждающиеся в аэродромах, стали новым словом среди летательных аппаратов с неподвижным крылом. Харриер может сесть на обычное поле, заправиться, пополнить боезапас и снова взлететь, обеспечивая наземные войска поддержкой с воздуха. Новая технология дала Харриеру и новые боевые возможности. С поворотными соплами есть возможность сбросить скорость с 600 узлов. Это все равно, что врезаться в кирпичную стену. Этот самолет очень быстро сбрасывает скорость. Если у тебя сзади противник, можно зависнуть в воздухе, причем гораздо быстрее, чем это может сделать другой самолет. При этом противник наверняка промахнется, а ты, в свою очередь, можешь нанести ответный удар. Вертикальный взлет был связан только с вертолетами, но с появлением Харриера он стал ассоциироваться и с самолетами. Теперь, в 21 веке, сочетание свойств машин двух типов привело к созданию еще одного аппарата вертикального взлета. На свет появился CB-22 Osprey. Используя винты с изменяемым наклоном, он объединил в себе скорость, дальность и экономичность турбовинтового самолета и способность вертолета вертикально взлетать, садиться и зависать. С учетом значительных средств, выделенных для разработки CB-22 и большого интереса к нему со стороны военных, Osprey обязательно станет важнейшим игроком на полях будущих сражений. Развитие аппаратов вертикального взлета проходило сотни лет. Китайская игрушка, возраст которой 2000 лет, вдохновила первых энтузиастов аппаратов с несущим винтом. Испанец, аргентинец и русский овладели вертикальным взлетом. Усовершенствованные двигатели превратили вертолеты в грозное оружие, а технология вертикального взлета позволила истребителям взлетать без взлетной полосы. Каков же итог? Сочетание свойств вертолета и самолета позволило создать CB-22 Osprey. Современные аппараты вертикального взлета имеют все, чтобы господствовать в небе. Редактор субтитров А.Семкин